Много ли мы знаем про двери? Да, пожалуй, ровно столько, сколько положено знать обывателю. Если она, дверь, имеет историческую ценность, то, возможно, вспомним, кто и в каком веке ее создавал. Если это дверь в квартиру или в служебное помещение, достаточно знать, как пользоваться замком. Мы не придаем значения стоимости каких-то вещей, потому что мы про них мало знаем. И поэтому мы хотели бы это донесли, именно конструктивные особенности нашей продукции. Это история про уникальных людей, которые создают уникальные двери. Знакомьтесь, Антон Беленинов, руководитель компании АПС Технологи. У нас была задача создать фокусную стену. Причем дизайн-проект был создан сугубо с точки зрения фантазии, не основываясь на продукции, которая в реальности существует. На основании этого дизайн-проекта мы полностью разработали новую технологию интеграции стекла, дверей в эту фокусную стену. Нанимали художника, который вручную все эти картины рисовал. Потом это мы оцифровывали. Совместно с компаниями поставщиков материалов мы разрабатывали технологию крепления всех этих элементов декора и создали вот такую красивую, уникальную фокусную стену, где плоская стена находится в единой плоскости с дверными полотнами. Первый опыт работы именно со скрытыми дверьми собственного производства, сертифицированной под медицину в первую очередь. То есть не просто это межкомнатные двери, а именно сертифицированные под медицину. И здесь технологии, которые служат для административных помещений. То есть это циклы открывания замков, петли для мест высокой проходимости. О том, как Антон рассказывает про двери, можно слушать долго и с удовольствием. Ведь многие работы мануфактуры APS Technology это настоящие шедевры, в создании которых действует все самое высокое. Высокие технологии, мысли, дизайнерские идеи, да и сами двери могут достигать высоту до трех метров. Ко мне пришло осознание того, что нужно выпустить на рынок новую марку дверей. В тот момент я был в Италии, в музее Ватикана. Эскурсовод рассказывал про самого главного, именно римского, бога, бога Януса. Причем он именно двуликий Янус. С одной стороны лицо старое, с другой стороны молодое. В том числе это бог входа и выхода. Римские легионеры, когда шли на войну, они проходили через ворота Януса. И, соответственно, я понял, что моя дверь, она должна быть тоже такой же двуликой. И за счет вот этой вот двуликости, применив технологии и знания по теории решения изобретательских задач, у меня и родился такой конструктив двери. Так как эта у нас дверь появилась на основании наших межкомнатных дверей системы Янус, а особенность этих дверей была в том, что мы с одной или со стороны коридора или со стороны кабинета могли использовать разные материалы и разные цвета. И в этой же двери мы то же самое и повторили. То есть, например, со стороны коридора можно выдерживать одну цветовую гамму по дизайну, по функционалу, по каким-то другим эксплуатационным характеристикам. Со стороны кабинета другое. Один из примеров последних наших – это стоматология частная. Со стороны коридора нужно было сделать определенную древесную фактуру, но кабинеты, они обрабатывались специальными жидкостями. И здесь мы уже применили стекло с этой стороны. И соблюли баланс качества и цены. И в том числе за счет применения вот такого пирога наши двери могут быть в том числе звукоизоляционными. То есть мы провели испытания, а в медицине звукоизоляция, она важна при определенных процедурах. В обычной жизни дверь не привлекает лишнего внимания, если она выполняет свою основную функцию, открывается и закрывается без проблем и усилий. А вот, например, в медицинских учреждениях двери являются стратегическим элементом. От их качества и характеристик много что зависит. Если мы берем технологию GMP, технологию производства и строительства медицинских центров, то основная задача это было отсутствие распространения различных бактерий. Также для комплексного обустройства пространства медицинских центров, помимо дверей, мы еще можем делать порталы. То есть они с двух сторон состоят из алюминиевого профиля, и в середине проставка из, чаще всего стандартной комплектации, из ЛДСП или какого-то другого материала в зависимости от обработки, то есть от требований по дезинфекции. То есть это может быть и стекло, и HPL, и CPL, пластики. Но в стандартной комплектации это ЛДСП. И толщина проема может быть до двух метров. Глядя на эти элементы, не сразу догадаешься, что это составляющие части двери. Оказывается, с технологической точки зрения предмет выглядит именно так. Стандартная комплектация двери. Дверное полотно белого цвета с CPL пластиком, анодированный цвет алюминия, ручка второго класса открывания предназначена для административных помещений. Производство исключительно Германия, потому что в Германии делают самые лучшие забочно-скобяные изделия, которые служат более пяти лет. У нас существует два вида рамы. Это торцевая рама, телескопическая рама. Как раз в клинике источник именно применена телескопическая рама, которая обжимает проем. И вот эту глубину проема мы можем делать разную. И торцевая рама, да, то есть где нужно поставить просто в проем, то есть это так называемый эконом-вариант. Также дверь может оснащаться рычажным или же скользящим доводчиком, системой контроля доступа. Следующий элемент нашей двери – это петля. За счет применения именно составного конструктива, у нее идет распределенная нагрузка, и она выдерживает большой вес двери, и в том числе высоту. А высоту мы можем двери производить до трех метров. Петля крепится через закладную, то есть она не крепится напрямую в материал. То есть за счет, опять же, распределения нагрузки, распределения нагрузки мы несем большую ширину двери. А это, например, необходимо для каких-то помещений, для малогабаритных групп, чтобы можно было проехать на коляске. Особенность наших дверей, в отличие от других производимых, что у нас заполнение в этот силовой каркас именно вставляется вовнутрь. То есть оно идет наборное. Вот так вот выглядит наше дверное полотно силовой каркас. За счет того, что у нас есть вот этот паз, петля сюда плотно встает. При открывании и закрывании двери нет изгибания и нагрузки, опять же, на петлю. Это несет за собой, опять же, долговечность и эксплуатационные характеристики. Эта история оказалась не только про двери. Она про торжество технологической мысли, теории решения изобретательских задач в действии. А еще она про вдохновение, без которого не было бы всего увиденного.